Привет, друзья! Я всех благодарю за вчерашнее активное участие на нашем вебинаре «Как решать волнующие проблемы, которые обычным путём мы решить не можем». Ну, очень-очень много благодарности мне в личке посылают. Но всегда бывает 2-3 человека, которые немножко рассеянные, видимо, по всяким обстоятельствам, и всегда пишут не на почту «хасаймайл.ру», а куда-то на Яндекс.Почту или ещё куда-то. Мы же всегда говорим, пожалуйста, пишите по поводу вебинаров, всегда на почту «хасаймайл.ру». Ну, сколько можно повторять? Ну, я вот должен сидеть вот сейчас, отписывать этим 2-3 человекам, почему они там вошли, не открылось. Ну, пишите на почту. Да, пишите на почту, почему не открылось, и почему они не могут просмотреть. Ну, оплативший вебинар за 1000 рублей, они получают автоматически записи, могут смотреть всегда, когда хотят. А почётные гости, которых я приглашаю бесплатно, запись не получают. Это же все знают, это традиция школы. Они просто участвуют бесплатно, потому что почётные участники заслужили такой статус. Кому-то я мог забыть, потому что я сижу ночью перед вебинаром и целый час рассылаю вот эти вот приглашения. Но это тоже ненормально, ведь я взрослый человек, и у меня мало времени. Когда же я тогда буду школу вести, контент новый делать, приёмы вам новые дарить на бесплатных ликбезах. Ну, вот такая история вот. Пожалуйста, будьте внимательны. Вторая часть. Вторая часть сейчас. Значит, вчера у меня был, посетил меня уважаемый искусствовед, он, конечно, очень известный, он такой разбирающийся, он такой вот, ещё и член-корреспондент Академии изобразительных искусств и советник директора Пушкинского музея. Да. Ну, вот вы представляете, и вот он мне подписал ещё в 2016 году, мне тогда написал отзыв такой интересный. А вчера приходил, я ему говорю, Виталий, ну, подпиши, слушай, забыли тогда. Он говорит, я вообще же не подписываю отзывы, как есть, так они есть, и там же моё имя стоит. Ну, подписал, чтобы я мог. Я говорю, ну, подпиши, я хоть похвалюсь, что ты мне такой отзыв потрясающий сделал. Вот. Он, значит, мне подписал в 2016 году, как тогда он написал, и такой интересный отзыв, потрясающий. А это у меня чайник, который на парах сейчас, вот, как нервная система у людей, когда надо пару выпустить. Он говорит, ты её допиши, я её дописываю. Потому что он такой специалист. А вот это, говорит, картина. Это мощная, он говорит. Ну, вот, вот, я его спрашиваю, Виталий, скажи, пожалуйста, а как я как художник? Он говорит, настоящий художник. Я говорю, ну, как, вот, у меня ещё много работает, чтобы быть, как бы, в именитых художниках, как вот художники настоящие такие. Он говорит, ну, как же, ты и есть художник, у тебя своя ниша. Зачем тебе сравниваться с какими-то направлениями? Я говорю, что ты говоришь? А какая у меня? Он говорит, магическая реальность. Ну, точно, потому что мы же занимаемся между бодрствованием и сном с нулевым состоянием. Черпаем там энергию, создаём произведение между сном и бодрствованием. Вот такое нулевое состояние. Ну, как я рассказывал в прошлых роликах, как Сальвадор Долин находил это состояние между сном и бодрствованием. С помощью ключа, который у него падал, звенило медный занятый, за этот тазик он просыпался и дальше продолжал воображать. Потому что там снимаются страх, ошибки, комплексы, стереотипы, шаблоны мышления, все авторитеты. И человек выходит на своё произведение без всяких штампов. Сальвадор Доли так делал. Ну, многие художники так делают, все люди так делают, используют полусон, так сказать. Да-да, вы тоже так делаете. А вот у меня что тогда Виталий Пачуков написал. Хосай Алиев, мир творческого согласия и нелинейной гармонии. И такой эпиграф. И тогда он понял, что достоился прощения, а это всё время был в раю. Борхес. Да, это он оттуда процитировал Борхеса. Или про Борхеса. Искусство Хосай Алиева располагается в пограничной ситуации между классическими формами живописной культуры и магическими практиками, призванными возвращать человека в его естественное органическое состояние. Его образы наполнены особой художественной и вместе с тем медитативной сосредоточенностью. Транслирует абсолютное погружение во внутренние изменения произведения, в предельные контакты с ним и введение непрерывного диалога. Сам процесс живописания для художника превращается в строительство нового мира. Мира картины, направленного в раму, не копирующего реальность, а в каких-то отношениях творческого противостоящего ей. Это мир узнаваемых взаимоотношений человека и природы, мир влюбленных, мир творческого согласия, обладающий уникальным лицом и речью. Каждая композиция Хосай Алиева наглядно демонстрирует путь ее создания. Она подобна рентгеновскому снимку внутренних состояний автора, наблюдений, переживаний и сновидений художника, где материал понимается так же активно, как и идеальная реальность художественного акта. Ритуал письма для Хосай Алиева олицетворяет чудо живописи, особые технологии преображения, священодействия, одухотворенного исполнительства. В этом процессе сущность становится неотделимой от вещественности художественного жеста, его способности оказывать влияние не только на зрительные, но и на осязательные и энергетические ощущения. Но тут еще много, тут две страницы текста, и подписано, значит, член-корреспондент Академии искусств, советник директора Пушкинского музея, Музей изобразительских искусств государственных. Я счастлив, потому что я удостоен такой чести, видите, у меня направление магическая реальность. То есть, это мое направление, мое авторское лицо. Лицо автора. То есть, так никто больше не рисует. Это моя ниша, как я понял. Да, друзья? Поэтому, видите, мне рисовать, показывать вам, как это делается, находить вот такие вот нестандартные решения, изобретательские, использовать приемы синхронизации со своим состоянием, чтобы снимать стресс и выпускать энергию творчества для вдохновения, любви, созидания и чувства ответственности. До встречи, друзья!